Слинаустья. О, бл***ь! Как тут люди живут в этой Варшаве? Все мои вещи помещаются в маленький и большой чемодан. Это вынужденная мера после вынужденного отъезда из Беларуси. Осторожно, двери зачиняются. Мне нужно место, где я могу заземляться в свой личный угол, который я не буду менять раз в неделю или еще чаще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Музей – место, закликанное быть кропкой опоры для успамина людей. Такий себе особистый куток для всего народу, где можно захолвать людскую память. Дапрыкводу память про белорусское повстание. На этой рамце должен быть один из артефактов этого повстания. Адакладный диджейский контроллер, с яким культурницкий дяяч «папа-бо» ладил рейву подчас недельных маршалов. Минавито этот контроллер был признан изброей злочинства и повынниках судового поседжения конфискованной. Але, цитата, «усилиями некоторых лиц и договоренностями с некоторыми лицами в губопике» контроллер удалось оттады вернуть. И в остяпе один из артефактов белорусского повстания изнов сгублены. Субтитры создавал DimaTorzok Я тебя вспомнил вначале. Подожди. За склопками какая-то херня была. Здесь нашелся сервис-центр «Пионера» где-то на отшибе. Я его привез в Польшу из Грузии. В итоге позвонили через две недели, сказали, что так как это устаревшая модель, снятая с производства, то заказать деталей в него будет стоить дороже, чем новенькие стоят. И я решил за ним не ехать. Лишний балласт, лишняя доска, не работающая мне, ну, короче, не нужна была. Могли его уже на запчасти. Да ну, вряд ли. Зачем его на запчасти? Ну, что-то похоже, да. Если я не ошибаюсь, это где-то вот тут, наверное. Почему здесь находится официальный центр? Но, по-моему, это вот это вот. Вот это оно. Звучит лучше. Sounds better. Вот в гараже. Но закрыто. Но стоит метла. Пойдем пошкребемся. Об этом она говорит, что есть жизнь. Все таки замкнено. Ну, смотри, тут, короче, бумажка, на которой было написано... D7. D7, да, наверное. И она выцвела от старости. На самом деле, что я тупанул, что его не забрал, потому что легендарная машина. Тогда была просто лень и таскать еще поломанную хрень с собой в чемодане. Да, это был бы классный объект нашего времени. Владелец сервис-центра от Пан Тамаш не отвечал в мессенджерах и не поднимал трубки. В тот момент я и вправду поверил, что контроллер не найдется. И снова в бой. Зовут в панфаре. А мы в воскресенье пойдем? Не знаю. Прям собираешься с этим всем идти по дороге, да? Я не хочу идти. Слишком много спрашивают. Живее, Беларусь! Живее! Не было такого, что это был протест молодежи. Или протест рабочих масс, каких-то сельских жителей. Это был протест всех. Все вокруг стали ощущаться с человеческим лицом. Да, это было такое своего рода ненасильственное сопротивление протестанцы. То есть даже если это протест, он хотел, чтобы он проходил весело. Идея, как шла Саша, он хотел показать то, что как бы давайте любить друг друга, а не ссориться. Фишка мирности нашего протеста войдет в историю. Но, конечно, я сторонник более радикальных мер. Но сам не умею. Поэтому, видишь, с контроллером поперся. А потом его конфисковали, и он был прописан как орудие преступления. И все, и капец. И все, и было вводное, что я его уже не увижу. Но усилиями некоторых лиц в Губопике его там вынесли на задний двор. Все, 10, погнали. В козу давай. Диджеинг никогда не был таким активным занятием. В основном я играл в корпусе. Ну, типа на мероприятиях, которые мы придумывали и сами делали. Последний раз я играл в Минске 29 августа 2021 года. За три дня до моего ареста. Мой бенефис — четыре с половиной часа по ПАБО. Пришло очень много людей. Но, оказывается, среди этой толпы были ЛГУ БОП. Ну, и через три дня пришли в корпус, и нас с Максимом Круком задержали. На нас завели уголовку и посадили в СИЗО. На протяжении всего времени заключения под стражей я чувствовал эту поддержку. Как от близких, так и от знакомых и вообще незнакомых людей. Очень сильно подогревало и поддерживало в тебе какой-то дух о том, что о тебе помнят, не забыли. И мы отсидели три с половиной месяца до суда. Нам дали по три года химии с направлением, выпустили под подписку о невыезде. И через неделю мы выехали в Россию. В России мы застряли на сорок дней в городе Орёл. Такой лютый российский чёрный город. С панельками, с грязными дорогами, с людьми в чёрном и кучей ментов. Если бы во всей этой истории один был, то заебался бы. Вдвоём однозначно веселее. Какой же ты бич, а? Где моя икра, блядь? Икра? Чёрная. А где контроллер? Контроллер не найдётся. Что, пойдём искать? Да. Погодка шепчет, блядь. Будем импровизировать. Ну, конечно, после всего пережитого говна я хотел бы, чтобы контроллер нашёлся. Ощущение, как будто мы под Смоленском, да, стоим на трассе? Под Смоленском? Тогда была ночь. Да-да-да. Ну, типа, нет, вообще ничего не было. В Орле утром, вот такое ощущение, да? Мы оказались в Орле 31 декабря. Максим пошёл прогуливаться, и по соседству оказалось СИЗО, блядь, Орловское. Просто соседнее здание, блядь. Колючки, блядь, такой флешбек, блядь. Ну, ему встретили в этой квартире Новый год и мой день рождения. Что помогло? И Гермайстер, и Netflix проплаченный. Может, просто дёрни за ручку? Зам клиента. Ну? А вот где камера? Объект мониторованы. Откуль? Мы пытались дозвониться до пана Тамаша, но безрезультатно. Ну, галяк, ребята. Гудки в никуда. Волончоны. Ну, ломай дверь. Ломать? Я шучу. Он может просто. Я могу. Но смысл? Смысла никакого в этом нет. Разрушать не стоит. Другая спроба отшукать контроллер оказалась беззвонниковой. На дверях сервис-центру у сё ящи висел замок. А пан Тамаш у сё хэ так же не отказывал мессенджерах и не обирал слухалку. Флэшбэки, короче. До 2020 года я занимался организацией культурных мероприятий в Беларуси и по всему миру. Реализовывал всякие культурные проекты. Последние шесть лет до 2020 года я был директором и арт-директором культурного центра «Корпус». Вот она. Я её вижу. Я её вижу в белом пуховичке. Вообще встречание музыкантов на вокзале — культовая вещь. Кушаем к пяти, идём на чек. 50 билетов продано. Это хорошо. Сейчас разрабатываю стратегию организации, которая представляет современную музыкальную сцену. «Беларусьмюзикэкспорт» занимается там, ну, каким-то культурным обменом, там, защитой авторских прав. «Беларусьмюзикэкспорт» «Тупи, Дима» «Беларусьмюзикэкспорт» «Тупи, Пирожочек». «Беларусьмюзикэкспорт» «Тупи, Дима» Я нуждаюсь в надежде, я нуждаюсь в надежде. Я нуждаюсь в надежде, в надежде. В целом занимаюсь тем, чем и занимался. Художник-постановщик, создаю декорацию. Сложно было справляться и принять то, что ты сейчас не в Беларуси, ты сейчас в бегах, у тебя приставка экстремист, тебе нужно начинать все с нуля. На самом деле неплохо, да? Хорошо. Иногда я грежу, что мы на первом же поезде, когда нас реабилитируют, мчимся в Минск. Я по-прежнему живу с этой мыслью. На третий месяц поиска контроллера, пан из сервис-центра отозвался, и мы договорились о встрече. Бля, а может он скажет, не снимать, не снимать, блядь. Ну, конечно, скажи, что он палит. День добрый. По такой справе до пана, может год, так, может год там, Рок тому сдавал им контроллер до вас, и теперь мы его шукаем. Хисторичный контроллер для белорусов, потому что он был в центре белорусских протестов. Субтитры создавал DimaTorzok И он заходил в музей Нового Белоруссии. Доброе, то я попросил адрес, чтобы мог увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Потому что люди изменяют мнение. Или, в этом случае, тратим на минуту какой-то контакт. У меня все всегда остается. И ждем. И очень красиво поколировано. Он может быть историей 10-12 лет. Как бы участвовал в части какой-то истории. Да. Ну то и фильм снимается про ту историю. Про историю того контроллера. Дякую. Дякую еще раз. Ну прикол, ребята. Я не ожидал, что мы его найдем. Я рад с ним снова встретиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА